В этом видео мы посмотрим методы getPost и работу с формами. Начнем мы с метода get. Здесь у нас обычная HTML форма. Здесь мы можем указать какой-нибудь action, допустим, страничку zend.php. Но это мы сделаем немного позже. Здесь мы указываем метод, метод get или метод post. Сначала мы посмотрим метод get. Здесь у нас одно текстовое поле с именем name и кнопка с именем zend. Здесь наш блок PHP. Если мы сейчас введем здесь наше имя и нажмем кнопку отправить, то здесь мы ничего не увидим, то есть форма была отправлена, но нам ничего не отобразилось. Однако вот здесь сверху при передаче данных с помощью метода get мы увидим параметры, которые здесь подставлены. Это ключ name, который мы видим здесь, и его значение Alexander. А также через ampersand ключ zend, это кнопка и значение отправить. Мы можем вывести значение глобального массива get, в котором и хранится вся информация при нажатии на кнопку, которая передается. То есть если мы вводим здесь имя, нажимаем отправить, то вот в этот глобальный массив, который есть по умолчанию в PHP, сохраняется вся информация, и мы можем уже получать ее какие-то значения и обрабатывать. Данный метод используется довольно часто, однако не подходит для отправки, допустим, каких-то данных, которые очень длинные, или данные, которые нужно передать безопасно, допустим. Если мы хотим здесь добавить поле пароль и передавать таким методом данные, то это ненадежно, потому что здесь сверху он будет отображаться в открытом виде, и как бы это можно перехватить и так далее. Но как бы об этом позже. Сейчас мы посмотрим, что произойдет, если мы нажмем на кнопку отправить. В принципе, с помощью функции printr мы просто выведем все, что есть внутри массива get. Нажимаем отправить, и видим, здесь есть два элемента, элемент name и элемент send. Элемент name содержит наше имя, которое мы здесь ввели, и элемент send содержит имя кнопки. Теперь мы можем, допустим, это закомментировать и обратиться уже, создать, допустим, здесь какую-нибудь переменную name и поместить туда значение name, которое мы передали из формы. Делается это, наверное, уже привычным способом, то есть обычное обращение к массиву. Напомню, это у нас глобальный массив get, и мы обращаемся к его элементу. Нам нужно получить значение name. Вводим здесь name. Ну и давайте выведем, допустим, на экран, напишем здесь привет, запятая, точка name. Так, сохраним, введем здесь имя, и нажмем отправить. И видим, здесь пишется привет, Александр. Здесь по-прежнему мы видим, что подставляются данные, которые мы передаем через форму, так как мы используем по-прежнему метод get. И вот смотрите, что можно сделать. Допустим, если мы передадим данные не через форму, а просто поменяем здесь, то мы можем написать здесь Ivan, обновить, и здесь подставится уже Ivan. То есть видите, да, насколько пользователь может что-то сделать не так. То есть позволять ему использовать вот такую конструкцию в некоторых случаях нельзя. Но, как я уже сказал, это используется для определенных задач. То есть мы получили значение name из глобального массива get и вывели его на экран. Также мы можем создать еще здесь кучу полей и какие-то данные там получать, обрабатывать, отправлять и делать с ними. В принципе, все, что нам нужно сохранять в базу данных и так далее. Но об этом позже. Теперь давайте разберем такой метод post. Ну и для разнообразия давайте создадим здесь еще одну страничку, на которой уже будем обрабатывать все это. Удалим. То есть здесь у нас будет только форма. При нажатии на кнопку отправить будет данная форма отправляться на страничку zend.php, то есть файл zend.php. Нажимаем. Мы видим, он перешел на эту страничку. И здесь мы уже можем как-то выводить, обрабатывать и так далее. Открою этот файл. Здесь ничего внутри пока нету. И мы можем написать просто printl. Так. И здесь уже обратимся именно к глобальному массиву post. Так. Сохраним. Здесь посмотрим post. Так. Все нормально. Единственное, можно более красиво сделать, это сразу проверить. if из zed и здесь написать пост, стоп пост и так. И элемент zend. Так. Здесь поставить так. И уже вот сюда поместить вот этот код. Так. Сохрани. То есть здесь у нас есть кнопка с именем zend. И здесь мы проверяем, если эта кнопка была отправлена, то есть если пользователь нажал на кнопку отправить, то тогда выводим глобальный массив post на экран. Если он не нажал, то ничего не происходит. Просто ничего не выводится. Вроде все правильно. Давайте попробуем. Введем здесь имя. Нажмем отправить. И видим, что данные успешно переданы в этот файл. И здесь мы видим наш элемент name с параметром Александра и элемент zend с параметром отправить. Здесь мы видим, что в строке уже ничего нет. И все данные успешно переданы с помощью метода post. Ну и в принципе уже известным нам ранее способом мы можем получить эти данные и сохранить их в переменную. Здесь пишем name. Здесь ставим доллары, нижнее подчеркивание, post. Здесь вводим имя элемента, к которому мы хотим обратиться. И сохраняем значение элемента name в переменную name. Ну и здесь можем так же, как в предыдущем примере, вывести это на экран. Т.е. привет.name Вроде все правильно. Вернемся назад. Здесь давайте введем какое-нибудь другое имя. Пустим его. Нажмем отправить. И видим, что вывелось имя, которое мы передали с помощью формы. Но, как мы видим, здесь мы уже не можем так легко подставить какие-то данные. Но, тем не менее, мы можем с этой формы передать данные в этот файл. Zend. И здесь уже как-то обрабатывать. Допустим, можно легко проверить все данные. Т.е. заполнил ли пользователь эти данные. Правильно ли он заполнил. Убрать какие-нибудь нежелательные символы. И так далее. То есть, чтобы была форма более безопасной. Ну и потом в конце отправить данную форму на электронный адрес. Но об этом мы поговорим уже позже. А пока все. Всем спасибо. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал, если вы еще не подписались. Увидимся в следующем видео.